Доброго дня! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самородис». Это программа о бродячих собаках и кошках, которые родились под открытым небом и которые остались без своего владельца в силу каких-то сложных жизненных обстоятельств. А также рассказываем о домашних питомцах, которые обрели свой дом и любящего хозяина. Итак, небольшой анонс, что вы сегодня увидите. Первое – это видео-визитки. Это информация о собаках и кошках, которым нужен дом. Мы стараемся пристраивать их в хорошие руки и к ответственным владельцам. Все собаки проверены на социальную безопасность и отсутствие явной агрессии по отношению к посторонним людям. Далее репортаж с фестиваля «Лучший друг». Это мероприятие, посвященное бездомным собакам и кошкам, где дается шанс пристроить их в хорошие руки. Ну и беседа в студии с гостями. В студии сегодня Ольга Армашкевич, член Совета фонда помощи животным «Символ надежды» и Найля Ковегина, председатель фонда помощи животным «Символ надежды» и руководитель сообщества помощи бездомным животным «Каштанка». Правильно? Правильно. Да. Ну и, наверное, первый вопрос. Чем занимается Ваш фонд? Кому он помогает? Наверное, я отвечу, так как являюсь председателем фонда. Фонд наш занимается помощью бездомным животным. Травмированным животным. Далее мы лечим их. У нас договора с ветклиниками. Мы их лечим и пристраиваем в добрые руки. Это общественная организация или это все-таки какая-то работа для Вас? Это некоммерческая организация, фонд помощи бездомным животным. Коммерческая? Нет, некоммерческая. Получается, это Ваша не основная работа? Это не основная работа, но практически основная уже становится. Основная. А как часто Вам приходится уезжать на места и помогать собакам? Очень часто. Очень часто обращаются, очень часто помогаем. Наш фонд развивается. Известен уже не только в Самарской области, за пределами региона. В общем-то, мы пользуемся огромным успехом. У Вас есть какие-то медиаресурсы? Ну, скажем, чат, то, что сейчас современный очень... У нас есть чат, у нас есть канал в Телеграм и у нас есть еще группа ВКонтакте, символ надежды, куда мы выкладываем посты с призывом о помощи и куда мы выкладываем все наши результаты нашей деятельности. Вам приходится пристраивать собак, которых Вы нашли на улице? Или это все-таки такая вот помощь разовая нашли, полечили и все? Нет, конечно, мы приходится и пристраивать. Мы не только лечим и пристраиваем, но мы также и стерилизуем собак, и находим щенков, пристраиваем, всячески помогаем между приютами у нас договоренности. У нас здесь немного идет разделение. Благотворительный фонд, он идет именно на спасение пострадавших животных, которые попали в беду, поскольку фонд это серьезная организация юридическая, мы можем делать хорошие сборы, потому что сейчас ветеринарные услуги, они дорогие. А вот есть еще группа Каштанка, как бы объединение волонтеров. Вот там эта группа уже больше занимается пристроем и стерилизацией, и общением с другими людьми, если вдруг возникают где-то во дворах конфликтные ситуации по поводу собак, которых наши там волонтеры курируют. Поэтому мы в том числе стараемся уменьшать количество бездомных животных. Наши подкураторские собаки все стерилизованы абсолютно. А у вас есть какое-то место для временной передержки или приют, или может вы отдаете собак, которых нашли на улице, зооволонтерам? Да, у нас есть временные передержки, у нас волонтеры забирают собак, которые курируют этих собак. У нас договоренности с приютами некоторыми, куда мы отдаем собак на передержку и далее оттуда пристраиваем. Какое количество собак обычно требует ваша помощь? Вот в этом месте, скажем, сколько вы уезжали раз и сколько, скольким собак? Это непредсказуемая информация. У нас, потому что как поступил звонок с просьбой о помощи, мы сразу же отзываемся. Может быть там и 3-4 собаки в месяц, а может быть и не одной. А может быть и несколько собак за день. И кошки тоже, кстати, кошки тоже. Вы как-то отлеживаете популярность чата, потому что я вот смотрю, периодически наблюдаю за чатом зоопоиск. Там сейчас порядка около 6-6,5 тысяч участников в этом чате. Да, конечно. У нас группа ВКонтакте, там очень большое количество людей. Отслеживаем статистику, отслеживаем, кто присоединяется, сколько присоединяется. А поисками вы не занимаетесь? Поиском собак? Ну, как мы не занимаемся? Не специализируемся на этом. Мы не специализируемся, но мы помогаем нашим коллегам, выезжаем. Также вот было буквально сколько-то месяцев назад мы выезжали на кладбище, искали собаку с баклажкой на голове, прям причем очень все объединились. Да, тогда объединилось полгорода, чтобы поймать собаку. Несколько дней ее ловили. И по кладбищам лазили, и по ночам лазили. В общем, караулили ее. Поймали, в конце концов. Какие чаще всего случаи происходят на улицах с собаками? ДТП. ДТП, отравление, травли. Давлики вот часто, ну, нередко, скажем так, вот буквально там на днях, шла собака с хозяином, все, она шла-шла, якобы ему показалось что-то, что-то она села, и все. И, естественно, в чате уже такая информация, ну, я считаю это дезинформацией, что все, собаку отравили и так далее, и так далее. Хотя, ну, много сталкивался с такими случаями, когда собака просто шла, либо асфиксия что-то проглотила неправильно, вот там, скажем, Йорк проглотил финик. Вот я был как-то там лет шесть-семь назад на вскрытии, вот. И, ну, разные ситуации, пакет проглотил, асфиксия и так далее. А как все-таки понять, что собаку отравили, или она все-таки, вот, раз, и у нее сердечный принцип? По симптомам травят очень много собак, я, это, по-моему, это вообще не секрет уже давным-давно. К сожалению. Да, травят везде повсеместно, в Зубчининовке травят, в Петродубраве, буквально недавно потравили друговыми собаками. Вот в Черновском, я знаю, да, в Черновском, потому что я лично сам. В Черновском покусали домашние собаки, да, потравили всех бездомных. Да, потому что там вот 12-10 собак, которых тоже я и подкармливал, приезжал когда на конюшне, и они были при конюшне, и туда, видимо, человек прошел и разбросал вот эту самую отраву. Да, скажу даже больше, в Черновском и через забор кидали, потому что домашняя собака, которая сидела около будки на цепи, тоже отравилась. Да. В этом случае как-то... И в отдельную экспертизу, и обращались в полицию, но почему-то было полное игнорирование заявлений хозяйских собак. Вот в таких случаях что делать, если есть подозрения на отравление? Ну, вести ветклинику, в первую очередь, в полицию заявление обязательно. И так вынужден прерывать наш диалог, так как время смотреть информацию о двух собаках и одной кошке. В общем, всем им нужен свой дом и хорошие ответственные владельцы. После каждой визитки в конце мы указываем номера телефонов. Все дополнительные вопросы вы сможете узнать, позвонив по указанным номерам. Это Байкал. Он невысокого роста, общительный. Обратите на него внимание. Ему нужен свой хороший ответственный владелец. Живет в приюте Флагман Вет в Лопатина и очень хочет уйти из приюта. Он уравновешен, спокоен, со стабильной психикой. Отлично взаимодействует с людьми, с детьми, с другими собаками. Причем неважно, сука это будет или кобель, и какого размера будет собака. То есть он такой идеальный формат домашней собаки. Как вы видите, он выше уже не станет, если только шире, неагрессивный. Возьмите Байкала домой. Ему хочется жить на свободе у доброго владельца, жить в своем доме и радовать хозяина. Обратите на него внимание. Он социализирован, неагрессивный и уравновешенный. Звоните по телефону, вы получите более полную информацию. Этой кошке не совсем повезло. Взяли домой маленьким котенком, поиграли и поняли, что за ним нужно ухаживать. И уже хотели выбросить на улицу. Сейчас она живет в приюте, но владельцы надеются, что ее заберут в добрые руки, в хороший дом. Нам ее принесли, сказали, или заберите, или мы ее выбросим на улицу. Она совсем маленькая. Мы ее забрали. Ну, она котенок, она бегала, играла. Сейчас вот она подросла, уже ей, наверное, больше годика. Она прекрасная кошка. Она теперь уже ничего не рвет, не бегает. Она играет с другими кошками. Так что прекрасная кошка, ласковая. Эту кошку назвали Люси. Ей чуть больше года. Посмотрите, какой красивый окрас. Какие добрые и красивые глаза. Заберите кошку, Люсю, домой. 8-902-323-53-50 Эту собаку нашли больше в Глушицком районе, на трассе, недалеко от телевизионно-технического сооружения. Жили они с другим кобелем в стае. Были у нее щенки. Щенков половина разобрали. Какая-то часть погибла, в том числе и кобель, которого сбила машина. Тоси, так назвали эту собаку, осталась одна. Волонтеры помогли определить ее в приют. Откормили, подлечили, стерилизовали. И теперь Тоси ищут свой дом и ответственного владельца. Добрейшая человечек. Умничка. Я не знаю, вот она с первого раза, она как будто сто лет ездила в лифте. Сразу зашла, гуляет с поводком, как будто постоянно гуляла. Ну, то есть, вот ей раз покажешь, она все понимает. Она любит спокойную семью, вот ей надо, чтобы так папа, мама был, ну, там, и взрослые детки. Да. А так она, ну, я не знаю, она танцует. Заберите Тосю домой, она станет вашим преданным другом. Тоси социально безопасно, не имеет ярко выраженной немотивированной агрессии. Тоси ждет своего владельца. Обращаться в 8-927-657-7246. В настоящее время мы все ссылаемся на закон через 98-й федеральный закон об ответственном отношении к животным плюс и о поддержании программы СВВ. Как вы считаете, очень много сейчас, вот, последний год, много нареканий к этой программе, это зависит от кого, от подрядчиков или все-таки от людей, или все-таки, вот, как понять, работает эта программа или нет? Хотя, насколько вот я знаю и занимаюсь этой проблемой, в принципе, да, подрядная организация работает очень быстро. На самом деле программа ОСВВ, она работает, но здесь немного не предусмотрено о том, что идет постоянное поступление новых собак на улицу. Без ужесточения требований к домашним собакам программа ОСВВ на полную мощность не заработает, потому что постоянно выкидывают домашних собак, он слишком подвижно мешает, выкинули. Бабушка умерла, наследникам не нужен, выкинули. Собачка внезапно родила 10 щенков в коробке на помойку, там 20 котят в помойке к магазину, в коробке к магазину. И вот до тех пор, пока идет вот это постоянное поступление на улице, эта проблема не решится. Нужно как-то очень строго регламентировать содержание и разведение домашних питомцев. Вы считаете, что вот с 6 лет, которые от начала работы этого закона, от 6 лет, а с 2018 года, за 6 лет мы не смогли уменьшить количество собак? Конечно, смогли уменьшить. Во-первых, собак, когда едешь по городу, собак практически не видно. Во-вторых, вы сами, наверное, видите и читаете в средствах массовых информаций, изменились сами собаки. Те собаки, которые веками жили рядом с людьми, ну, десятками лет, да, привыкшие ориентированно людей, их практически не осталось. На их место с окраин подтянулись стаи, которые не ориентированы на людей, они именно сбиваются в стаи, и именно эти собаки производят агрессивные нападения. То есть, поэтому СВВ работает. Добрых шариков и жучек наших не стало. Интересно. Ну, я, в принципе, вообще, чтобы не забирать добрую собаку вообще в приют, ну, да, ее истерилизовать и отпустить именно таких добрых собак. Это было бы идеально, если бы в каждом дворе была бы хотя бы одна-две свои собаки. Это не дало бы возможности приходить чужакам, чужих собак бы не было, диких вот этих стайных с окраин. И развивали бы доброту в детишках, бабушкам было бы чем заняться. А то, что там помойка вокруг собак, это неправда. Все, кто кормит собак, они обычно и убирают за ними. Ну, вот сейчас, как бы, у нас в Самарской области принят закон, вернее, как бы поправки, и закон к 98-му федеральному закону по поводу все-таки ограниченной эвтаназии. Ну, об этом мы поговорим после сюжета. И там в одном из разделей написано просвещение населения Самарской области с положительным обращением, с добрым обращением к домашним животным. Как вы думаете, что не хватает у нас просвещения? Ну, вот как донести до бабушек, до дедушек ту информацию, которую, в общем-то, мы владеем, потому что мы уже читаем чаты разные всевозможные, да, мы смотрим телевизоры, смотрим радио, пока едем в машине. Ну, у нас не хватает просвещения в школах. На самом деле, просвещения в школах. Вообще, предложение такое ввести уроки ОБЖ. Работу с кинологами, классные часы, чтобы воспитывать в детях гуманизм и сострадание к животным. То есть, учить детей, как обращаться с животными на улице. Если спящая собака, если спит собака, это не значит, что нужно подойти ее пнуть или там растормошить, чтобы погладить. Нужно, ну, вот это нужно в детях воспитывать, потому что в основном собаки, ну, как говорят, что они якобы агрессивные, на самом деле их провоцируют на агрессию. Это уже очень, даже и в видео очень много роликов, где именно дети занимаются право. Может быть, там просто армулируются вот эти самые ролики, там, не знаю, там, со всей страны, но на самом-то деле, скажем, мои дети шли, ходят по улице, но собаки сами на них там кидаются, да, и понятно, что можно все свалить на детей, что они вот там пинали, пинали, там, бросали палки, бросались палками и так далее. Но на самом-то деле есть все равно собаки, которые не очень любят детей. Есть, есть. Ну, это бывает исключение, так же, как и в жизни людей, так же бывает исключение, когда человек идет, а сзади подлетает какой-нибудь маньяк, маньяк, например. На самом деле мы же объясняем детишкам, что нельзя идти на красный свет, там машина задавит, да, это опасно. Начинаем это с детства. Точно так же надо... Даже некоторые собаки-то понимают, что на красный свет. Точно так же надо детишкам говорить, если собака ест или там собака спит, пройди мимо, не трогай. Вот и все. Сразу будет меньше. А детишкам нравится там с огнем поиграть, адреналин погонять. Вот палкой кинула, собака залаяла. А их много, а-а-а, давай дразнить, давай дальше камнями кидать. Естественно, собака там на следующих детей тоже неадекватно среагирует. Но вот это воспитание, оно должно, да, идти с детства. И людям, которые тоже кормят собак, да, тоже надо объяснять, что надо кормить не вот там, где дети ходят, люди ходят, а в сторонке. Ну, то есть вот сейчас как раз и вот этот закон, который сейчас принят и подписали его в областном правительстве, он как раз, он и там и гласит часть, что запрещено кормить собак ближе, допустим, стометровой линии по отношению к школам, по отношению к детским садам. То есть даже нельзя кормить кошек и собак рядом с жилыми домами. То есть надо уходить куда-то подальше. Ну, это как правильно, вы считаете? Ну, насчет жилых домов, насчет общественных мест, конечно, детских садов и школ, я соглашусь, что подальше от этого места. Ну, жилые дома, к примеру, как в 100 метрах, это нужно же тогда создавать особые площадки для кормежки собак, правильно же? То есть если собак не кормить совсем, они же начнут с голода куда-то заходить и также начнут, может быть, и бросаться, и агрессировать. Ну, да, голод не тетка, и заставить, да, нигде. Добрая собака, святая собака. Да, поэтому насчет кормить я только за, чтобы кормить в определенных местах. Если будут специально отведенные места, будет, конечно, замечательно. Это было бы замечательно. И камер побольше в этих местах. Собаки очень быстро привыкают к месту кормежки. Сейчас весна, и многие собаки выходят именно, ну, так сказать, сезон течки, или гон у собак, да, они выходят сейчас по ночам, по районам большое количество, я смотрю, увеличилось их количество. Можем все-таки подрядным организациям выезжать ночью на ловлю таких собак или нет? Возможно, если подрядных организаций будет больше, конечно, можно. Можно привлекать и волонтеров, чем-то заинтересовать. Спасибо. Итак, наверное, тема последнего нашего вопроса о просвещении. Мы пока прервемся от нашего разговора, чтобы посмотреть сюжет о выставке «Лучший друг», а точнее уже не просто выставка, а фестиваль. 11-й фестиваль беспородных бродячих и брошенных собак и кошек прошел недавно в Самаре под крышей одного из выставочных центров. Сюда привезли собак и кошек, которые в настоящее время живут в приютах и в домах зооволонтеров. Первая же выставка бродячих животных прошла 6 лет назад, и тогда казалось, что это разовая акция. Но время показало необходимость такой выставки, которая переросла в фестивальное движение, и убедила общественность в целесообразности его дальнейшего проведения. Фестиваль создан в 2018 году для того, чтобы объединить все волонтерские движения нашего прекрасного региона, чтобы все приюты жили дружно, чтобы собаки из каждого приюта имели шанс пристроиться в семью. При поддержке администрации города Самары, Октябрьского района, мы это мероприятие создали и успешно два раза в год мы его здесь проводим. Основная цель – найти семьи для наших подопечных. Уже несколько лет особое внимание фестивалю уделяют руководители городских и районных властей, придают ему особый моральный статус и необходимость его проведения именно в наше время. А насколько это сейчас необходимо для нашего общества? Это и сейчас, и завтра, и послезавтра, потому что, как я и сказал, здесь не в том, что мы демонстрируем толерантность по отношению к братьям нашим меньшим, это, в принципе, гуманное отношение человека к человеку, к животным, к природе, ко всему. Этот Киев-фестиваль учит добро. А добро, оно никогда не бывает лишним. И его никогда не бывает много. Сначала осмотр площадки, далее размещение собак и кошек по своим местам, определение зоны для каждого приюта и зооволонтеров. И затем официальное открытие, на котором коротко свои слова благодарности высказали все организаторы. Руководитель Октябрьского внутригородского района и руководитель выставочного центра. Для нас, как для площадки, это всегда очень большое и очень приятное событие. Потому что, наверное, из всего годового календаря эта выставка с самым большим человеческим сердцем. Мне кажется, что все это хорошо чувствуют и понимают. После церемонии открытия на главной сцене зала зрители смогли увидеть различные конкурсы, семинары, а главное – награждение новоябренных владельцев собак и кошек. Сегодня я взяла кошечку Мону. Возрастную уже ей три года. Она бывшая уличная. Я думаю, что в моей семье она обретет счастье и покой. А у вас до этого были раньше кошки? До этого у меня был котик, который прожил со мной 21,5 лет. Которого я подобрала на Крайнем Севере. Потом он сюда-сюда со мной переехал и жил счастливо. А уж я как была счастлива. Но он ушел два года назад. Я вначале не хотела никого. А потом вот меня как-то туркнуло. Сказала, надо, надо. Надо еще кому-то сделать счастье и добро. Фестиваль «Друг человека» стал площадкой для общения единомышленников, в котором не безразлична судьба бродячих собак и кошек. Эта выставка еще один из способов уменьшить количество бездомных животных на улицах наших городов посредством их обустройства в новые дома, в руки добрых людей. Мы сюда пришли, потому что здесь много собачников. Мы тоже собачники. И кроме общения с собаками у нас идет общение и человек с человеком, в том числе и по вопросу собачьего жизни, ухода. Ну и такие собачьи вопросы. Но главное, конечно, фестиваль – это способ подобрать себе мохнатого друга из числа бездомных и беспородных собак и кошек, проверенных на отсутствие агрессивного поведения, уже немного социализированных в обществе и спокойно и приветливо относящихся к посторонним людям. А это увеличивает шанс мохнатых и хвостатых на определение их дальнейшей счастливой жизни в новом доме. Здесь вот сразу видно, что есть собаки, ну в целом они отличаются друг от друга, но есть достаточно собаки уже послушные, приученные, и они пойдут и для, мне кажется, частного дома, и для квартиры даже, если поменьше. Есть щеночки, есть подрощенные, на любой вкус, если честно. Кроме выбора собак и кошек на любой вкус на фестивале можно было посмотреть конкурсы и несколько видов кинологических спортивных увлечений, которыми можно занять своего любимого пса. Но об этом мы расскажем вам в следующей программе. Насколько полезны такие фестивали? Они очень полезны, потому что каждое спасенное нами животное, оно нам делает почти родным, и мы очень за него переживаем. И когда оно сидит где-то на передержке у кого-то из наших волонтеров, там, десятым животным, да, и вдруг на выставке оно становится единственным любимым, то мы очень счастливы, как за своего выпускника. Поэтому выставки – это замечательно. И опять же, туда приходит очень много семей с детьми, не просто взять животное, а пообщаться, погладить. Ну, давайте теперь все-таки к вопросу главному, да, умерщвление животных без владельцев, утилизация, уничтожение трупов животных без владельцев. Статья 9 нового закона, да, о животных, содержащихся в приютах для животных. Умерщвлять запрещено, получается, да, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий и жизнеспособных, нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистов в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Эти правила были вот прежде, что мы могли собаку усыпить, та, которая уже умирает. Которая умирает, скорее всего, да, усыпить, конечно. В ветклиниках были такие правила? В ветклиниках, конечно, были такие правила, чтобы легче страдания. Но вот в нынешнем законе, конечно, ключевые слова должны быть, что непереносимы, то есть прям пожизненным, прям пожизненным сильно показаниям. Хорошо. Ввели новую статью, ввели новую статью в пунктах, именно о создании пунктов временного содержания и умиршлении животных без владельцев, осуществляется в случаях подтвержденных, в случае факта, проявление ими немотивированной агрессии, ну, я бы сказал, не только немотивированной, но и мотивированной агрессии, ну, собака по генетике сама по себе именно агрессивна, и причинение ими вреда здоровью или жизни человека. Порядок подтверждения факта проявления животными немотивированной агрессии или причинение ими вреда здоровью или жизни человека утверждается уполномоченным органом. Все-таки мы идем к тому, чтобы действительно, ну, опять же, вот четыре случая в прошлом году, когда у меня знакомые, ну, так сказать, пошли и усыпили собак агрессивных, потому что ни один приют не брал их. Что делать с такими собаками? Каждой собаке нужно дать шанс, если в приюте содержится, например, агрессивная собака, то, возможно, где-то есть человек, которому именно вот такая собака на охрану нужна агрессивная. Но если она долго не востребована и приют с ней не справляется, ну, я не знаю, здесь должна создаваться какая-то комиссия, чтобы принять вот это, конечно, очень сложное решение, чтобы убить там живое существо. Да, ну, это понятно, что это очень сложное решение, действительно, когда ты еще собаку кормишься, когда она все-таки даже агрессивная собака к тебе привыкает. Это все понятно. Но, тем не менее, вот как некоторые люди говорят, потому что я не выражаю свое мнение, я выражаю именно мнение людей, которые всегда мне говорят, ну, слушайте, если мы усыпим, допустим, три агрессивных собаки, мы же сможем в этот вольер поставить собак добрых, стерилизовать и их потом отпустить. Но, опять же, я считаю, что все-таки это решение нужно оставлять, выбор оставлять за владельцами приютов. То есть владелец приюта может решить, усыплять ему агрессивную собаку или же оставить на своем довольстве. То есть в этом плане я считаю, что все-таки решение должно оставаться за владельцем приюта. А вот по поводу временных пунктов содержания и вот то, что 30 дней, но, слава богу, что вот эту часть не включили в закон, а вот все-таки если представить, что такие бы пункты были бы, получается, всех собак бы сейчас будут вылавлены? Ну, это было бы ужасно. Это было бы ужасно, во-первых. Мы бы остались рано или поздно в мертвом городе. Это, во-первых. А во-вторых, наше государство, оно гуманное, оно воспитывается на принципе гуманизма. Всегда надо помнить о том, что в природе пустых мест не бывает. Освободившаяся ниша обязательно кем-то займется. Ну да. К сожалению, вот в блокадном Ленинграде люди были вынуждены съесть собак и кошек, и крысы ели людей. Мы не в таких, конечно, жестких ситуациях, но в блокадный Ленинград первым же эшелоном шел вагон с кошками и собаками для того, чтобы спасти людей от крыс. Там везли не только продукты. Поэтому прежде чем принимать все-таки решение о тотальном истреблении собак, нужно изучить историю, чтобы не наступать на те же грабли. Да, вот этот знаменитый Китай, его, конечно, себе приводят. Елоустонский заповедник, туда же тоже потом специально завозили волков. Поэтому зачем нам повторять чужие ошибки? Ну, да, я с вами согласен полностью. Так, ну и, наверное, последний вопрос. Все-таки, вот какие-то у вас планы есть на свою личную работу? Вот именно вот... Да. В планах у нас есть. Мы хотим все-таки, так как мы уже давно работаем в этом направлении, мы хотим... Может, расширить свое поле деятельности? Мы очень хотим расширить, мы хотим, мечтаем о своем приюте, ищем спонсоров, инвесторов для наших добрых дел. Так что, если кто-то желает нам помочь, будем очень рады. Итак, наша программа завершается. Сегодня была довольно-таки животрепещущая тема, и мы продолжим ее обсуждать в будущих эфирах. Если у вас есть конкретные предложения по этому закону, звоните по телефону 8-927-686-0790. И мы пригласим вас в студию и поговорим о способах уменьшения бродячих собак на улицах города. А прежде чем проститься с вами, хотим напомнить, что оригинал нашей программы выходит 12 апреля, и в этой связи хочу напомнить о высокой роли животных в изучении космического пространства, и в частности, неоценимый вклад двух собак, белки и стрелки, и необходимо передавать эту информацию из поколения к поколению. А мы прощаемся с вами. Всего хорошего и мирного неба над головой.